Привет. На моём канале вышло более десятка антирейд домов. Говорю сразу, этот самый лучший. Его стоимость сравнима со стоимостью обычной базы для небольшой команды, а затраты на его рейд страшно называть игроку классических серверов. Считать количество ракет для полного рейда этого дома просто не имеет смысла. Хватит одного единственного слова. Добро пожаловать на канал Деревянного Члена и приятного просмотра. На входе в дом нас встречает самая обычная антигоиндип система. Учитывая, что внешний дом выглядит очень просто, готов поспорить, что рейдер, не знающий его, пойдёт именно по дверям. Гунтрап на идиота и первая трудность для рейдера. Гаражная дверь. Всего их в доме 8, но если у вас их нет, ставьте обычные. Можете вообще оставить всё нахер без дверей. Этот дом слишком хорош, чтобы их отсутствие хоть как-то помогло рейдеру. Спустя примерно 8 ракет радостный рейдер находит шкаф. Естественно, чтобы его заултать, необходимо ломать МВК. Плюс 16 ракет. Скорее всего, сразу после шкафа он решит идти вверх. Можете заранее повесить для него табличку, там ничего нет. Как это нет, подумает рейдер и решит сломать гаражку. Тем временем запись рейда уже придётся ставить на паузу, тайком доставая ракеты из консоли. Лутовые за гаражкой, подумает он. И да, он окажется прав, да вот только настроение его от этого не улучшится. За каждой гаражной дверью находятся по 3 нелутаемые лутовые. Одну из них и вовсе можно не заметить. На каждую из этих лутовых уйдёт по 8 ракет. Всего их в доме 9. Если мы перемножим все эти числа, пытаясь найти сколько же нужно, чтобы зародить этот дом, получится 10 тысяч. 10 тысяч лайков я хотел бы собрать за это видео. Такое число появлялось за всю историю канала лишь трижды, но мне кажется это видео достойно того, чтобы стать четвёртым. Канал перешагнул отметку в 50 тысяч подписчиков, и совсем скоро он может очень сильно измениться. А пока я прошу лишь 10 тысяч лайков. По традиции, после короткого обзора дома переходим к его строительству. И опять же по традиции, оно начинается с фундамента. Максимально простая конструкция фундамента, за исключение места под шкаф. К слову, для того, чтобы цена рейда шкафа поднялась до 16 ракет, придётся потратить 121 мвк. Стоит оно того или нет, решать тебе. В принципе, всё можно оставить и в металле. Внешние стены застраиваем сразу. Дверь также ставим, а вот с потолком не спешим. Разграничиваем базу на три симметричные части. Центр застраиваем фреймами. Дверь. 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 Теперь поднимаем шесть внешних стен и с помощью соломенной полустенки делаем пояс из двойного потолка. В центре тоже ничего необычного, просто все в тупую застраиваем. Основа дома готова. Теперь проходим внутрь, на первый этаж. Здесь перед нами открывается бесконечное количество вариаций, как использовать свой креатив. Для начала обязательно делаем вот такие вот пандусы. Не буду долго и нудно объяснять, зачем они, просто знайте, что они нужны. В них, кстати, можно захонырить какой-нибудь ящик, или сделать круче и просто поставить гунтрапу. Плюс 10 градусов к температуре задницы рейдера. Снизу можем просто поставить большие ящики, но это слишком скучно, ведь мы можем запихнуть туда еще шесть маленьких на замках. Теперь у нас в доме появилось на шесть англутаблутовых больше. Остальной интерьер дома я оставляю на вас. Поставить гунтрапы можно просто повсюду, но верхом человеческой смекалки все равно будет хуевая турель. Забайтить ее можно, но муторно. А если рейдер захочет ее взорвать, он впустую потратит эти ракеты, ведь за всеми стенами, которые находятся близко к турели, ничего нет. Верхние лутовые можно зависеть коврами. В таком случае их будет не так просто найти. Ну и самым последним мы делаем буферки. Стоят они дорого, но благодаря ним завутать три верхние лутовые, зная наизусть конструкцию дома, можно будет потратив минимум 48 ракет. Рейдить этот дом нет никакого смысла. Как бы вы ни пытались, каких мажоров бы вы ни рейдили, стоимость рейда каждой лутовой все равно окажется куда больше, чем лут, который в теории может в ней находиться. Этот дом не берется ни одним багом из всех тех, что я показывал. Ни один потолок в нем не просматривается снизу. Ни на одном воздушном шаре в него не пролететь. Этот дом теперь твой верный спутник как минимум на один вайп. И если тебе он понравился, не забудь, что в моей группе в ВК после каждого ролика появляются короткие, но полезные советы, которые помогут тебе сделать этот дом еще чуть защищеннее, или сэкономить ресурсы для его строительства. Подписка, 10 тысяч лайков, комментарии, вступление в группу. Все это лучшие способы поднять мое настроение. До следующих видео.